Привет, я Аня, и ты на моем канале Animagic Live, и вот за месяц отсутствия роликов на этом канале, на других моих каналах вышло очень много видео. Я думаю, вы знаете об этом, потому что большинство из вас пришло, наверное, с других моих каналов, а если нет, то сходите и посмотрите, я думаю, вы обязательно что-нибудь интересненькое для себя найдете. Особенно всем тем, кому интересно узнать именно обо мне побольше, я сняла видео 5 фактов обо мне, что я скрывала на свой канал Animagic, и там рассказала и показала очень много всего того, что, наверное, не знали даже мои друзья. То есть я не то чтобы пропадаю из Ютуба, когда ролики не выходят здесь, просто я нахожусь на других своих каналах и на других проектах, и об этом все можно узнавать, если что, из моих соцсетей, то есть ВКонтакте, Инстаграм, даже Твиттер и Фейсбук, так что, в общем, все ссылки внизу в описании, кому интересно. В общем, у меня много каналов, потому что я очень разносторонний человек, я хочу и озвучивать собачек, и рассказывать о животных, и снимать свой видеоблог еще и здесь, говорить с вами на какие-то личные темы. И мне кажется, что на этом канале собралась какая-то определенная теплая семейная аудитория, которая интересна именно эти темы, и поэтому, конечно же, этот канал останется, и здесь я буду делать тоже регулярно ролики, но не так часто, как на других каналах, и, скорее всего, буду делать стримы какие-то тематические, то есть мы будем с вами выбирать определенную тему и общаться. Я буду высказывать свое мнение, вызадавать свои вопросы или также рассказывать свои истории. Вроде я все рассказала, и, наконец-то, сейчас я перейду к теме, про которую все так просили снять видео. Мой опыт одиночества. У меня есть я, и мы справимся. Только сегодня я не буду говорить про то одиночество, про которое мы говорили в других роликах, когда кто-то тебя унижает, оскорбляет, и никто не понимает. Скорее будет речь именно о состоянии одиночества. Для начала я вкратце расскажу свою историю одиночества, а оно началось очень-очень давно, с самого моего детского садика, с самого момента, как я себя помню. В детском саду я практически ни с кем не общалась, у меня не было каких-то подружек или друзей мальчиков. Да, я играла, в общем-то, с детьми, но как-то у меня не складывались ни с кем дружеские отношения. Может быть, это связано с тем, что уже тогда мои родители выпивали, и мне было за них стыдно, и я боялась, что обо мне это узнают, и поэтому старалась лучше ни с кем не контактировать. И даже уже в садике, когда я была такая маленькая, я уже ждала поскорее, когда я пойду в школу, и там, наконец-то, найду друзей, раз уж в садике у меня не получилось. И вот я пошла в первый класс. Как я уже говорила, я переходила несколько раз из школы в школу, потому что у меня все время возникали какие-то проблемы в этих школах. И вот, когда я пошла в первый класс, мои мечты не сбылись. Я точно так же не смогла найти друзей и ни с кем не общалась всю начальную школу. То есть я общалась, но это было на уровне какого-то общения просто с одноклассниками по делу, по теме. У меня не было друзей, с которыми я бы шла из школы или шла в школу. У меня не было друзей и в соседних классах, и у меня не было друзей, с которыми можно было бы что-то обсудить. Когда я уже переходила в другие школы, в старшие классы, я точно так же ни с кем не общалась. А в конце концов, когда в старших классах у меня вообще возник такой подростковый возраст протеста, когда я красилась, брилась, стриглась, непонятно одевалась, все меня сторонились, да и я сама не хотела особо ни с кем общаться. Если все подытожить, я всегда испытывала чувство одиночества. И даже в университете все мои одногруппники, они были настроены на одно, а я на другое. И, соответственно, я тоже с ними не дружила. Но в университете у меня возникла другая история. Я подружилась с группой неформальных личностей и стала общаться с ними. Но дружбой это тоже назвать нельзя, поэтому внутри, в душе я все равно чувствовала себя всегда одиноко. И только вот к окончанию университета или даже позже чуть-чуть у меня появились друзья, которых я не ждала сама в своей жизни. Я их не притягивала, ничего. Просто появились девчонки, подружки, которые поняли меня, я поняла их. И как-то все само собой пошло. И даже сейчас, находясь в разных городах, мы постоянно общаемся, а когда у нас есть возможность встретиться, мы обнимаемся и можем рассказать друг другу все, что угодно. То есть, когда я перестала ждать, искать, переживать об этом, друзья появились сами с собой и остались со мной до сих пор. И мы очень близки. Но чтобы это видео не было просто историей из моей жизни, я попыталась спросить себя, почему, зачем, сделать какие-то выводы, чтобы ими с вами поделиться. И, возможно, они вам помогут. Я задала вопросы самой себе, почему я была одинока и зачем мне было нужно это одиночество. И, кстати, вы тоже можете задать себе эти вопросы, и первые ответы, которые вы услышите, скорее всего, будут правильными. И о них уже нужно подумать. Чем же плохо одиночество? Во-первых, я считаю, что оно негативно влияет на наше здоровье. Да-да, вроде не связанные вещи, но все-таки. Когда мы очень долго испытываем чувство одиночества, мы начинаем постепенно впадать в депрессию. А любая депрессия отражается на нашем здоровье. Все наши недомогания, насморки, какие-то болячки, болезни, вдруг выскочившие, вылезшие или долговременные болезни, они все связаны с нашим внутренним миром, и все идут оттуда. Это мое вот такое вот понимание этого мира. Все болезни из головы. Еще одиночество плохо тем, что со временем, когда оно долговременное, оно начинает вызывать недоверие к людям в принципе. То есть вы уже привыкли быть одни, и каждый человек, который как-то к вам обращается, подходит или что-то хочет от вас, начинает вызывать у вас какие-то подозрения. Что ему надо? Зачем ему я? Я же никому не интересен. Он точно хочет что-то от меня получить. Короче, я вообще считаю, что одиночество это очень плохая штука, но самое ужасное в нем это то, что оно незаметно. Никто не видит, что вы одиноки, пока вы сами об этом не скажете. Вот подумайте сами, вот вы же ходите в школу, или на работу, или на учебу в университет, и ни с кем не общаетесь. Большинство, наверняка, ваших одноклассников, однокрупников или коллег просто думают, что у вас друзья вне работы и учебы. Они не думают, что, наверное, он приходит домой один, грустит, читает книжки и хотел бы с кем-то пойти погулять, но не с кем. Подумайте сами, если вы видите человека, который ни с кем не общается, скорее всего, вы сами думаете, что у него есть просто друзья на стороне, в другом месте. Поэтому он не общается с вами или другими людьми вокруг. Единственный плюс, и я считаю, очень большой плюс одиночества, это то, что вы можете посвятить время себе, своим мыслям и творчеству. Какие ответы на вопрос, почему я была одинока, я услышала от себя, я сейчас расскажу, а вы обязательно об этом сами тоже подумайте, и, возможно, ваши ответы будут отличаться от моих. Первое, что я поняла о себе, почему я в школе была одинока, потому что у меня были завышенные требования к людям и ожидания. У меня была очень заниженная самооценка, но при этом я достаточно много читала и была развита, можно сказать, не по годам. Большинство же ребят, которые меня окружали, казались мне глупее, необразованнее, неинтересными и вообще какими-то не такими, как я. Но идеалов не существует, и невозможно найти друзей, когда в голове твоей куча параметров, что друг должен быть вот таким, таким и таким, умным или глупым, образованным или нет, знать вот это или не знать. Друг он есть друг, и не важно какой он, но пока в голове есть параметры, что вот он должен быть такой, такой и такой, вряд ли удастся найти друзей. И вместо того, чтобы пытаться общаться с людьми и концентрироваться на их плюсах, что в них есть хорошего и чему я могу от них поучиться, я концентрировалась на их минусах. Этот человек вот так вот делает, а этот недостаточно много читает, а этот еще что-то и так далее, и так далее, и так далее. Это ужасно. И я думаю, что если бы я сейчас вернулась назад в прошлое и убрала вот эти вот галочки, люди не моего круга или общаться нужно вот так и так и так, то я скорее всего нашла бы друзей, хотя бы на время школы, школьных друзей. И вторая причина, которую я нашла в себе, почему я была одинока и ни с кем толком не общалась, это как раз страх, что меня оттолкнут. То есть, с одной стороны, я искала людей своего круга, а с другой стороны, я боялась общаться с людьми в принципе, потому что я боялась, что мне откажут в моем общении. И причина этой боязни общения, страх, что меня оттолкнут, заключался в заниженной самооценке. Я очень долго, весь детский сад, всю школу и половину универа я считала себя хуже других. Пока не начала работать со своей головой и не осознала, что все люди уникальны и у всех есть свои плюсы и минусы. Но до того момента я считала себя хуже других во всем, что бы я ни делала, даже иногда в учебе. То есть, простыми словами, я боялась быть отвергнутой, что я буду просто-напросто никому неинтересна. И поэтому я боялась общаться с людьми, подходить к ним, что-то у них спрашивать. Лучше я буду стоять в уголке, отработаю, отучусь, отделаю вот это вот и просто пойду домой и продолжу жить своей жизнью. Дружба и любовь очень близки. И можно сказать, что когда у тебя есть лучший друг, это какой-то уровень любви. По сути, я считала, что я недостойна любви. Меня невозможно любить ни за что, поэтому никто со мной не будет общаться. И это огромная ошибка, которую мы делаем в нашей жизни. Если вы хотите, мы более подробно обсудим тему заниженной самооценки в другом видео, потому что она влияет не только на одиночество, она влияет на всю нашу жизнь и на наше внутреннее состояние. Но если полюбить себя невозможно, вот так вот за один день, и это не так просто, на это требуется время, и этому нужно научиться, потому что нас не научили любить себя, начать общаться вы можете прямо сейчас. Первое время будет очень тяжело, но это возможно. Возможно просто подходить к людям и спрашивать, как у них дела. Можно подходить к людям и спрашивать у них время. Можно задавать людям какие-то вопросы. Главное переселить себя и помнить одно золотое правило, которое вам в этом поможет. Ничего не произойдет страшного. От того, что вы спросите кого-то, как у тебя дела, мир не рухнет. Вас не посчитают ужасным или плохим. От того, что вы кому-то скажете привет и поздороваетесь, тоже ничего не изменится. Страшного, ужасного конца света не произойдет. Просто попробуйте. Если бы опять же я вернулась сейчас в прошлое, я бы сделала именно так. Я бы поставила себе цель общаться, например, хотя бы с тремя людьми в день. Не важно, пусть это короткое общение. Задавать один вопрос, спрашивать, как дела, или спрашивать, как тебя зовут. И все. Простых вопросов, которые можно задавать любым незнакомым людям, миллион. А если вы тем более не совсем незнакомые, а учитесь вместе или работаете, почему бы не спросить человека? И вы удивитесь, что когда вы задаете вопросы людям, они чаще всего охотно отвечают. Как твое настроение или чем ты любишь заниматься, а что тебе интересно, казалось бы, это глупо. Но на самом деле люди чаще всего хотят вам ответить. Просто вы никогда не пробовали их спрашивать. Точно так же, как вы никогда не пробовали им рассказывать. Скорее всего, человек, ответив на ваш вопрос, спросит, а вы? А если и не спросит, то какая разница? Можно пойти и жить дальше. Главное начать, сделать первый шаг к общению. И этот первый шаг нужен именно вам. И не для того, чтобы завести друзей. Не надо ставить это себе какой-то огромной целью жизни. Друзья появятся сами. Просто начните общаться и не быть одиноким. У меня есть я. И мы справимся. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео, потому что я очень старалась сделать его более простым, емким и коротким, чем предыдущие сложные и длинные ролики. И если так, то поставьте лайк, чтобы я поняла. Поделитесь этим видео, если захотите, с друзьями, которые испытывают такую проблему. Или просто, чтобы помочь каналу. Также подписывайтесь, если вам интересно, на этот канал и на другие мои каналы. И скоро увидимся в новых роликах. Пока! Пока!